Одним из наиболее значимых событий первой части празднования Дней Карачаева Черкесии и ее региональной столицы стало открытие обновленной каскадной лестницы в парк «Зеленый остров». Участие в торжественном мероприятии приняли представители органов исполнительной и законодательной власти в республике и Черкесске, а также учащиеся образовательных учреждений города. Новый спуск к месту массового пребывания людей проверил и наш корреспондент Артур Мхце. Долгожданное открытие обновленной каскадной лестницы просто не могло обойтись без праздника. Огромное количество посетителей парка «Зеленый остров» пришли к стеле «Дружбы народов», чтобы в числе первых оценить созданный после реализации проекта «Комфорт». Среди почетных гостей представители органов власти в республике и Черкесске, здесь же учащиеся образовательных организаций города, а также творческие коллективы. Символично, что праздничное действие началось со сменявших друг друга танцев народов Карачао-Черкесии, как бы демонстрируя единение жителей республики. Далее все участники мероприятия спустились по каскадной лестнице на территорию парка культуры и отдыха, где их ожидали многочисленные развлекательные площадки. Праздничное настроение читалось в глазах каждого, кто наблюдал за происходящим. И в этот момент даже не верилось, что еще несколько месяцев назад основной вход на Зелёный остров считался проблемным. Узнаваемый всеми облик этот спуск в парк Зелёный остров приобрел около 60 лет назад. Тогда в торжественной обстановке открывали прежнюю каскадную лестницу. С тех пор для благоустройства одной из главных достопримечательностей региональной столицы было сделано очень многое. Однако сам спуск постепенно приходил в негодность. Работы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» начались здесь в мае текущего года. Сделать предстояло очень многое. Все-таки за десятилетия эксплуатации лестница пришла в почти полную негодность. Не добавляла радости и отсутствия на спуске нормального освещения. Было проложено около 2500 погонных метров проводов. Все расключено. Установлено 34 светильника пятирожковых, которые дают очень хороший свет в ночи. Также установлено около 250 грунтовых светильников на ступеньках и на площадках для того, чтобы максимально предотвратить свечение людям в глаза. А вот что думают о внесенных изменениях сами горожане. Ступеньки стали очень удобны. Очень удобно спускаться, не скользить, ни за что не цепляются ноги. Все очень понравилось. Может, кто-то еще что-то скажет? Все очень удобно. Спасибо большое. Очень шикарный спуск. Красиво очень сделали. Молодцы. Стало еще намного лучше. Я думаю, вечером, когда включат подсветку, будет еще красивее. Думается, теперь обновленный основной спуск в парк и, разумеется, сама территория отдыха будут пользоваться у жителей и гостей республиканского центра еще большей популярностью. А ведь в перспективе на Зеленом острове также планируется создать экологическую зону с тематическими развлекательными площадками. Установить смотровые пункты, кинотеатр под открытым небом и многое другое. Артур Мухци, Алибастанов, Вести, Карачао, Черкесия.